Университет технологии и бизнеса Экономический факультет Кафедра менеджмента и туризма Дисциплина «Стратегические планирования» Тема номер 7 Конкурентной стратегии в компании Цель данной лекции Изучение стратегии конкурентных преимуществ Стратегии выборов на конкурентных приемах Конкурентные разведки И методика анализа конкурента Рассмотрение видов конкурентных стратегий План занятия Стратегические конкурентные преимущества Стратегический выбор на конкурентных рынках. Конкурентная разведка и методика анализа конкурента. Виды конкурентных стратегий. Соключение. Контрольные вопросы. Рекомендуемые литературой. Стратегический выбор на конкурентных рынках. Стратегические управления – это управление развитием предприятия в постоянно изменяющейся рыночной среде. Направленные стратегии задаются четырьмя выборами. Первое – это сфера деятельности, рынки, которые предполагаются обслуживать и потребительские сегменты, которые необходимо захватить. Второе – это конкурентное преимущество, позиция, которая отличает данный бизнес от конкурента. Третье – это доступность рынка, наличие коммуникаций и каналов дистрибуции, применяемых для выхода на заданную линию. Четвертое – виды деятельности, определение соответствующего масштаба и размаха видов деятельности, которые необходимо осуществить. Стратегический выбор на конкурентных рынках. Указанные выборы в значительной степени взаимоусловлены и изменения одного из них повлечают изменения остальных элементов стратегии. Таким образом, результат выборов становится интегрированным, который в совокупности и задает стратегию. Стратегия, как интегрированная совокупность выбора, сфера деятельности, целевые рынки, обслуживаемые рынки, определение бизнеса, преимущества, целевые конкуренты, желаемые позиции, программы и проекты, визы деятельности, соответствующие ассортимент, масштабы деятельности, доступность рынка – это разнообразие каналов, коммуникационный набор, контроль над каналами дистрибинга. Стратегический выбор на конкурентных рынках. Сфера деятельности позволяет определить, кто является основными потребителями, с которыми конкурентами придется соперничать и какие конкурентные преимущества должны совершенствоваться. Преимущество играет важную роль в позиционировании организации и товара на рынке и обеспечивает конкурентное превосходство перед конкурентами. Стратегический выбор на конкурентных рынках. Доступность рынков проявляется в наличии альтернативных каналов дистрибинга, чтобы контролировать расходы на распределение и удерживать их в заданных пределах управления каналами избыта, в настоящее время уделяется большое внимание. Виды деятельности. Определяя соответствующие масштабы производства и определенный товарный ассортимент. Конкурентная разведка и медицинские анализы конкурента. Анализ конкурента состоит из четырех частей, каждая из которых предполагает получение ответов на ряд вопросов. Будущие цели. Каковы заявленные и незаявленные цели конкурента? На каких основаниях конкурент делает выбор, предпочитая долгосрочные или краткосрочные цели? Каковы отношения конкурента к принятию риска? Как конкурент может сбалансировать уровень прибыльности, рыночную позицию и приемлемый уровень риска? Имеет ли конкурент экономические или организационные ценности и установки, разделяемые большинством работников и высшим руководством, которые оказывают влияние на эти цели? Какова организационная структура конкурента? Как в данной структуре разделяются ответственности и полномочия? Какие применяются системы контроля и стимулирования? Как определяется вознаграждение высшего управленческого персонала? Какова применяемая система учета и учетная политика конкурента? Как производится оценка материальных запасов? Какие менеджеры занимаются руководящие посты? Их образование и опыт? Кто из более молодого поколения менеджеров выглядит перспективной? Существует ли очевидное единство среди менеджеров по вопросам о будущих направлениях? Существуют ли группировки менеджеров, поступающих за различные цели? Каков состав совета директоров? Умеет ли он достаточное число внешних членов для осуществления эффективной независимой оценки? Какие неуменно внешние члены входят в совет и каков их основной список? Какие контрактные обязательства могут ограничивать свободу действий конкурента? Имеются ли какие-либо нормы регулирования, антимонопольное законодательство или другие государственные ограничения проведения конкурента? Текущая стратегия Процесс сформирования конкурентной стратегии предполагает получение ответов на следующие вопросы. Какова явная или скрытая текущая стратегия? Какие положения относительно сравнительной позиции организации? Ее преимущества и слабости в конкурентах и тенденции на рынке должны быть приняты, чтобы придать смысл текущей стратегии? Каковы ключевые факторы конкурентного успеха на рынке? Каковы возможности и ограничения действующих и потенциальных конкурентов, а также их вероятные будущие действия? Какие существенные экономические и социальные и политические факторы будут представлять возможности для угрозы? Каковы преимущества и слабые стороны организации в сравнении с нынешними и будущими конкурентами? Сформировать определенные представления позволяют ответы на следующие вопросы. Каковы видны представления конкурента о его сравнительной позиции в отношении сдержек? Качество продукции, уровень технологии и других ключевых аспектов бизнеса, выделяемые на основе публичных заявлений и высказываний менеджеров. Что конкурент считает своими преимуществами и слабостями? Верны ли эти представления? Имеют ли конкуренции сильные психологические привязанности к определенным продуктам? Каковы мнения конкурента относительно будущего спроса на продукцию? Что думает конкурент о целях и возможностях своих конкурентов? Какова динамика рыночных показателей конкурента? В каких областях конкурент показал успешные результаты? Потенциальные возможности. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы. Каковы положения продукции с точки зрения показателей на каждом сегменте рынка? Какова широката и компонента производственного профиля компонента? Какова качество и компонента канала сбыта эффективной взаимосвязи между каналами? Каков уровень и факторы издержек производства? Каков технологический уровень производственных мощностей и оборотов? Какова степень гидкости производства? Каково размещение производства, включая в факторы стоимости рабочей силы и транспортных расходов? Имеется ли у конкурента защищенные уникальные патенты и авторские права? Какова квалификация персонала Амирокра по показателям творческих способностей? Каков рабочий климат на производстве? Какова кредитноспособность конкурента и качество финансового номера? Виды конкурентных стратегий? Стратегия облицовства по издержкам предусматривает снижение полных издержек, закупки и реализации товара. Вторая стратегия широкой дифференциации направлена на придание товарам специфических черт, отличающих их от товаров конкурентов, что способствует привлечению большого числа конкурентов. И третья стратегия оптимальных интересов дает покупателям возможность получить за свои деньги большую ценность, а организации преимущества за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации товара. Четвертая стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках, ориентирована на узкий круг покупателей, при которой организация опережает своих конкурентов за счет более низких издержек производства. Пятая стратегия сфокусированная стратегия дифференциации товарного ассортимента ставит своей целью обеспечить представителей своего сегмента рынка товарами наиболее полно отвечающие их вкусам. Выбор конкурентных стратегий по портеру. Низкие издержки, стратегии лидерства по издержкам широкий круг покупателей на всех рынках, дифференциация стратегии широких дифференциаций, стратегии оптимальных издержек, целевой рынок, отдельный сегмент покупателей, стратегии рыночной ниши, основанной на низких издержках, сфокусированной стратегии дифференциации товарного ассортимента. Виды конкурентных стратегий. Другой подход в другую направлению методов. Конкурентные стратегии предусматривает анализ финансовой и конкурентной позиции фирмы, привлекательности и стабильности рынка. На основании полученных данных трое геометрические фигуры, которые определяют виды оптимальной стратегии и определяют одну из четырех возможных стратегий конкурентного поведения организаций на рынке. Агрессивная стратегия предполагает индивидуство, бездержка и стремление к высотке доллара рынка, конкурентная позиция, финансовая позиция, привлекательность рынка, стабильность рынка. Конкурентная стратегия означает дифференциацию конкурентов и стимулирование преданности потребителей, а также сокращение ценовой чувствительности. Конкурентная позиция, финансовая позиция, привлекательность рынка, стабильность рынка. Защитная стратегия предполагает защиту прибыльных позиций и их селективные отступления. Конкурентная позиция, финансовая позиция, привлекательность рынка, стабильность рынка. Сигмуникационная стратегия включает ориентацию в граничном пространстве и создание конкурентных преимуществ на отдельном сегменте рынка. Конкурентная позиция, финансовая позиция, привлекательность рынка, стабильность рынка. Виды конкурентных стратегий. Таким образом, современное управление организацией, в основу которого положена конкурентная стратегия, позволяет в служившихся условиях выбрать позицию, способствующую реализации своих целей и задач с высоким уровнем эффективности. Контрольные вопросы. Какие из компонентов стратегий необходимы между надлезоindy для меня к стратегии, какие методы используются стратегий дляого tying стратегия, как положение способствующего управления, какие специфические условия применения стратегий, и как shadows write. Субтитры делал DimaTorzok